Да, я тебя поздравляю с победой. Твоя точка зрения на эту игру? Ну, можно ли? Да, фото. Твоя точка зрения. Мы выиграли дерби, Тарасов, во-вторых, число турнирное положение. Это положительно влияет на это, на что. Тебя перевели с позиции центрального защитника в опору. Как тебе? Ну, сначала немножко непривычно, но... Непривычно? Тебе удобнее в центре обороны? Да нет, когда долго играешь в ЦЗ, ты все равно перестроиться. Делайте более игровые моменты. Вначале так старался поспокойнее, не выдергиваться. А уже когда вспомнил какие-то моменты, как-то надо перестроиться и перемещаться. То, что ты играешь в центре поля, связывается с тем, что у Спартака более содержательный футбол. Тебе приятно это слышать и согласен ли ты с такой точкой зрения? Если честно, стараюсь как-то аппаратироваться от футбола в 30-е, поэтому, если говоря, так, это видение людей. Я стараюсь не обращать на это внимание. Моя задача, чтобы команда выигрывала и делать все по матчу. Как ты смотришь на судейство сегодняшнего матча? Эпизод удаления Соболева, Роша, что ты думаешь? Честно, все не скажу, что мы сегодня, ну, реально почувствовали, что там уровень в 110-е был топ. Как бы, если я играл все-все, я не давал играть очень много, много борьбы было и не было сислов постоянно на каждый момент. Ага. Самое удаление, ну, даже если говорить о удалении, он удаляет игрока и ЦСКА, мы остаемся в разных составах. Это дерби, он не испортил игру этим. Вы считаете, его удаление было заслужено? А я не знаю, я так не увидел момент. Сейчас посмотрю, уже пойму, это уже не мое дело. Делал там по пенальти, я не знаю, но вроде как все посмотрел, сходил, принял решение, да. Понятно, может, что-то ошибается, не ошибается, но самое главное, что он не испортил дерби. А же Соболева? Да не видел. А, правда, не видел. Все говорят, то, что он что-то там показал, а я не видел, серьезно. Отвернулся и пошел в другую сторону. Что ты думаешь по поводу борьбы за место в тройке, в двойке? Ну, сейчас это, наверное, приоритетная задача для нас. Будем стараться по максимуму выжимать и стараться для них максимально для нас возможным местом. Ага, понятно. Руслан, тебе не кажется, что второе место в Министерстве России, оно бесценивается, то есть оно ничего не дает, есть только чемпионство, за которое... Да, ну, если так говорить, можно про все так сказать, учитывая, что сейчас нет еврокубков, и не за что бороться. Но для нас, что самое главное, желать выходить и занимать по максимуму места, которые для нас возможны. Идут разговоры о том, что «Спартака 2» не будет? На твой взгляд, вот тебе помогло то, что ты через «Спартака 2» прошел через этот проект? Да, конечно, помогло. Я не раз говорил, что для меня это одна правная точка для футбол для взрослого, потому что, переходя там за молодежной командой в первую, совсем большая разница, учитывая, что есть какая-то промежуточная ступенька, как «Спартака 2», это отличная возможность, чтобы, наоборот, с там опыта уже более как-то сгладить этот переход. Руслан, ты играл против «Зенита», сейчас против «СК», уже много матчей. Все-таки главный матч на «Спартаке» матчской команды? Ну, я думаю, нельзя говорить, какие там матчи главные, не главные, все для нас матчи. На принципиале? На какой все-таки? Да, я думаю, тяжело это говорить, потому что, если вы хотите побеждать, у нас задача уже занимать самые высокие места в турнире, и там без разницы, какая команда, сегодня там может быть «ССК», завтра это будет уже «Нижний Новгород», и для нас, кажется, это «Нижний Новгород», да, может быть, просто добавляет какого-то интереса, то, что это «Дерби» с «ССК», но это уже для болельщиков, для нас, и мы главное побеждать каждый день. 26 тысяч человек на матче. Это уже совсем другие классы. Но ты согласен, что тут атмосфера совершенно была? Совсем другая и совсем другие ощущения. Понятно ли, что познаются сравнения, учитывая, когда там приходило на матчи с «ССК» по 45 тысяч человек, когда я там мячи подавал, и я стоял так вот с открытым, там сейчас приходило тысяч пять, десять, и сейчас приходят 25 тысяч, и все подбадриваются, поддерживают любые там твои удачные действия, там сопровождаются по дисментами, но это совсем другие. Для тебя итоги сезона, что провал в нынешней ситуации, что удовлетворительно? Ну, я думаю, пока что рано, что-то говорить, потому что все равно не завершили сезон. Ну, обидно, что вылетели из Кубка. Ну, правда, честно скажу, что Стаска на него тоже, как бы хотели второй год подряд убедить, но так вы думаете, что вылетели от Акрона, но будем, значит, работать дальше и стараться уже не допускать каких-то групп. Ну, то есть второе место – это удовлетворительно, а что очень плохо, значит, это четвертое? Ну, я думаю, не в Ахидов в тройку, это вообще-то. Спасибо большое. Да, последний вопрос, Светлана. В этой сезоне «Спартак» будет хорошо, но провалена немного осень получилась, весна, точнее, но в следующей сезоне порядочке снова задаются вопросы перед началом каждой сезоны, когда первое место. Вот нынешней ситуации, когда вы сказали уже несколько мотивов, можешь сказать, что «Спартак» находится на той же ступени, что и «Зенит». Ну, давайте, я честно скажу откровенно, то, что сезон у нас долгий, 30 с лишним игр, и там зависит от всех игр. Нет, одной игры, там, с «Зенитом» или от «ССК». Здесь надо побежать в каждой игре, и уже количество твоих ошибок допущенных решает исход уже всех матчей, исход положения в таком таблице. Говорить за 30 игр до начала даже сезона, но это, честно, я считаю, что это неправильно. Не то, что говорить, то, что… Мы должны, как бы, сами уже устраиваться, работать уже по ходу сезона, двигаться и двигаться вперед, чтобы понимать не то. Если мы начнем побежать, конечно, у нас всегда есть задача выиграть чемпионат. И тяжело говорить, что нет, у нас нет задачи выиграть, у нас нет. Все стараются, и все это подляет здесь. Что это за плакат, покажи. Да, это вот, повторили земляки. Нормально, то есть они приехали сюда прямо. Воронеж верит, русло, на Литвинова. Это обмен на футболку? Футболку почему-то не спасили, но просто подарили. Ну да, ну тоже приятно, что. Приезжают в Воронеж, что-то. 8 часов. Ну, правда, очень все. Давай, спасибо.